Мы уже рассказывали на страницах портала «Бизнес-заработок» про тайное общество иллюминатов. В данной статье мы расскажем о том, кто такие масоны и как они появились. Масонство. Одно из самых известных идеологических движений в истории Европы, окруженное множеством легенд, преданий, вымыслов и слухов. Официальной датой его возникновения считается 24 июня 1717 года, когда в одной из таверн Лондона под названием «Гуси-вертел» была образована первая масонская ложа. А спустя несколько десятилетий тайная организация распространилась по всему континенту. Само слово «масон» происходит от старофранцузского слова «масон» и дословно переводится как «вольный каменщик». Большинство исследователей по всему миру уверено, что история возникновения масонства связана ремесленными гильдиями, появившимися впервые в 12 столетии в Англии. Уже к 15 веку цеховое движение имело большое значение в развитии городов. Его представители избирались в местные органы самоуправления, а впоследствии стали избираться в государственный законодательный орган. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Строительная гильдия не считалась самой влиятельной среди прочих в средневековой Англии, а ее первое упоминание в исторических источниках относится к концу 14 столетия. Однако уже во второй половине 15 века цех каменщиков имел собственный герб, а его представители получили широкие права и привилегии. Они единственные из податного населения, имели право беспрепятственно передвигаться по территории страны. Когда остальные слои общества, облагаемые налогами, обязаны были соблюдать закон об оседлости. Подобная привилегия была обусловлена необходимостью строительных гильдий время от времени переезжать из одного города в другой, чтобы возводить новые дома и здания. Отсюда и пошло название «Вольные каменщики». Жизнь строительных рабочих определялась уставом, соблюдение которого было обязательным. Периодически представители гильдии собирались на собрание в помещении, отведенном для этих целей, которое называлось «Лодж», то есть «Ложа». Впоследствии ложей стала называться и вся артель каменщиков. Строители объединялись в братство, главной целью которых была помощь наиболее нуждающимся его членам, а также установление тесных связей и сотрудничества с соседними аналогичными организациями. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Каменщики часто использовали различные пароли, тайные знаки и символы, по которым легко могли узнать члена братства и попросить о помощи при необходимости. Однако с XVI века деятельность ремесленных братств приходит в упадок, многие из них прекращают существование. Только вольные каменщики продолжали верно хранить свои обычаи и традиции, но в члены братства теперь принимались не только строители, но и представители других слоев общества. Священнослужители-торговцы, учителя, писатели и аристократы. Именно сторонние каменщики вдохнули в масонство новую жизнь, привнесли новые идеи и задачи. Основным документом, где излагается подробная история масонского движения, а также его основные цели, считается книга Конституции. Написанная в 1723 году Джеймсом Андерсоном, священником одной из лондонских церквей, основоположником символического масонства. В труде религиозного деятеля основной целью ордена провозглашается самосовершенствование и духовный рост, поиск истинной человеколюбия, а также желание сделать мир лучше. Желающему вступить в ряды масонов предъявлялись серьезные требования. Только представители мужского пола, вера в единого Бога-творца, достижения совершеннолетнего возраста. Обычно в члены принимали по достижению 21 года, хорошая репутация и отсутствие правонарушений, положительные отзывы и рекомендации от других вольных каменщиков. Решение о приеме кандидата принималось общим тайным голосованием. Члены братства, голосующие за прием в орден нового масона, кидали в чашу белые шары, а те, кто был против, черные. Традиционно, чтобы отклонить прошение, достаточно было одного или трех черных шаров. Вольные каменщики не создавали свою религию. Главным требованием к каждому кандидату в масоны было его верование в единого Бога-строителя, его называют «великий архитектор вселенной». Озвучено Яндекс Спичкит. Однако для каждого члена братства выбор вероисповедания был делом добровольным, главное, чтобы он придерживался принципов единобожия. В ордене существует три степени. Ученик. Давалось новичку, прошедшему обряд посвящения. На этом этапе он должен был заниматься саморазвитием и самосовершенствованием, бороться с собственными недостатками и совершать благие поступки. Подмастерье. Члену братства предписывалось активно познавать окружающий мир и его законы, и как разум человека воспринимает реальность. Мастер-масон. Самая ответственная и сложная степень. Полностью посвящена бытию человека и смерти. Организационной единицей масонов во всем мире являлась, и остается по сей день ложа. В ее состав традиционно входило 40-50 членов. Организация имела свой устав, правила, владела имуществом и казной. В каждой стране деятельность территориальных единиц регулировала великая ложа во главе с великим мастером. Однако все его указы и распоряжения носили исключительно рекомендательный характер. В нашей стране возникновение светского движения, объединившего прогрессивно мыслящих людей, с самого начала было окутано тайнами и легендами. Достоверно известно, что первые масоны появились на русской земле в эпоху правления Петра Великого. Текст озвучен в Яндекс Клауд. По непроверенным сведениям император был первым российским вольным каменщиком. Исторические источники, подтверждающие деятельность масонских лож в нашей стране, относятся к 1730 годам. В их состав входили в основном иностранцы, коих в тот период было великое множество в империи. Для них братства были своеобразным способом выжить в чужой стране, благодаря полезным знакомствам получить хорошую должность или продвижение по службе. Озвучено Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Российское дворянство заинтересовалось масонским движением в эпоху правления императрицы Елизаветы. Членами братства считались князья Голицыны, графы Чернышевы, историк Щербатов, князь Анен Трубецкой. Однако при Екатерине Второй деятельность ложь была поставлена вне закона. По мнению просвещенной императрицы, масоны с их идеями о свободе, равенстве и братстве могли нанести значительный вред российской монархии. Окончательно Орден Вольных Каменщика был запрещен в 1822 году при Александре I. На тот момент в России насчитывалось 19 лож, в состав которых входило 1400 масонов. Пройдет чуть меньше столетия, прежде чем начнется возрождение деятельности тайных братств. Импульсом для их появления послужил известный манифест от 17 октября 1905 года императора Николая II, даровавший русскому народу многочисленные права. Среди которых свобода создания общественных организаций, не преследующих цели подорвать основы государственного строя. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Деятельность масонских лож сосредоточилась в Петербурге и Москве. Самыми известными и многочисленными на то время считались Возрождение, Северное Сияние и Астрея. Одна из самых спорных тем среди российских и зарубежных историков. Какова роль тайного ордена в подготовке и свержении самодержавия в России? В 1931 году в столице Франции свет увидела книга историка-эмигранта С.П. Мельгунова, которая сразу же стала сенсацией. Ученый в своем труде приводил весомые доказательства, что именно русские ложи при поддержке иностранных масонских организаций подготовили и организовали февральскую революцию в 1917 году. Главным итогом которой стало отречение царя и установление демократического строя. Главный довод в пользу этой версии, что накануне страшных событий, в русском масонстве активно пропагандировалась идея военного заговора. Главной целью которого было устранение, в том числе и физическое Николая II. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Еще одно весомое доказательство, что после отречения императора от престола. В образовавшемся временном правительстве почти половина министров принадлежала к ордену вольных каменщиков, в том числе и председатель нового органа А. Ф. Керенский. В любом случае русское масонство, какова бы ни была его роль в организации февральской революции, потерпело поражение в борьбе за власть и право создать новый порядок. С установлением власти партии большевиков орден вольных каменщиков прекратил свое существование. Однако после распада СССР при поддержке французской ложи, уже в 1991 году было возрождено первое на постсоветском пространстве российское братство масонов. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 400 масонов. Требования к кандидатам и правила вступления в ложу остаются прежними, однако теперь достаточно отправить письмо с прошением по электронной почте Верховному Мастеру. Ряды вольных каменщиков в основном пополняют представители интеллигенции, военные журналисты и предприниматели. Большинство ритуалов и знаков тайного общества сохранились по сей день. Один из них это не разглашение имен братьев, а потому доподлинно неизвестно, кто из публичных людей сейчас поддерживает движение. Однако основная цель масонов, как и 300 лет назад, это духовное самосовершенствование, познание мира и собственного «я», морально-философские искания. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ложи, действующие в российских городах, полностью лояльны к властям, а потому никогда не поднимают на собраниях политические и религиозные темы. Их главная задача – помочь человеку стать лучше, чем он был, помочь найти смысл в жизни. Фото из сети интернет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.